всем привет дорогие друзья из аланьи сегодня у нас среда 7 часов вечера и конечно же многие из вас кто смотрит мой канал знают что у нас продолжаются комендантские часы с 9 вечера до 5 утра каждый день и полностью комендантские часы в субботу и воскресенье но каждый день работая в офисе до 7 до 8 часов мы выделяем хотя бы один час на прогулку поэтому в этот раз я решила вам показать как же выглядит алани перед комендантским часом в общем приглашаю вас вместе с нами на прогулку одновременно расскажу какие-то последние новости интересные сейчас я нахожусь у нас в офисе кстати очень многие спрашивают о том как я приехала в турцию как я познакомилась с сайханом чем мы занимаемся и так далее если вам интересно расскажу об этом в одном из следующих видео а сейчас покажу вам вид из окна нашего офиса находится он прям на пятничном рынке вот здесь вот у нас проходит пятничный рынок и вот так выглядит непосредственно рынок который вы все знаете где продаются различные вещи и пряности лукум и так далее ну и сейчас мы с вами идем гулять по вечерней алании многие из вас знают но для тех кто не знает скажу кратко наша компания занимается брендингом и маркетингом и вот это вот все награды за дизайн за рекламу лучшую рекламу в печатных изданиях которые мы получили и здесь также есть фотография александра рыбака благодаря которому мы кстати познакомились с айханом и делали концерт алекса у нас в алании поэтому если вам интересно обязательно расскажу вот эту вот историю и более подробно чем мы занимаемся вот это вот также награда вот туристическая ассоциация алании от мэров от полиции в общем очень много всего у нас здесь интересного поэтому обязательно подписывайтесь пишите комментарии все вам расскажу мы уже вышли на улицу и кстати если говорить о магазинах то магазины все работают до 8 вечера если говорить о ресторанах и кафе то разрешена заполняемость ресторанов на 50 процентов до 7 часов в ресторанах можно сидеть кушать до 9 вечера можно приходить брать еду потому что потом начинается комендантский час а после 9 до 12 уже можно заказывать еду которую вам привезут домой ну или в отель где вы находитесь сейчас мы идем магазин шок нам нужно купить кое-какие продукты на вечер и магазин шок все сетевые магазины также работают до 8 но если вы придете например без 5 8 магазин также может быть закрыт потому что закрывают кассу ну в общем старайтесь приходить до половины восьмого до какого числа продлится это ограничение мы к сожалению не знаем потому что уже хочется чтобы магазины конечно же работали дольше потому что наступает лето и день длиннее и светлее поэтому скорее бы магазины работали дольше и вообще уже сняли все эти ограничения магазин мешок продаются разные фрукты и овощи все что вам нужно для дома хлеб все эти вкусняшки если хотите пишите в комментариях сделаю вам новый обзор всех продуктовых магазинов но сейчас мы делаем покупки и идем дальше все мы сделали свои покупки кстати в турции обязательно ношение масок не забывайте об этом во все магазины официальные места и так далее вход разрешен только в маске на улице также должны находиться маски но и не забывайте о том что необходимо иметь хескод который можно если у вас есть турецкий номер получить приложение или по sms в описании к этому видео смотрите как это сделать мы уже пришли в самый центр алани и здесь есть кстати очень классная пекарня я очень люблю вот такие вот булочки стоит такая булочка 10 лир они невероятно вкусные я привыкла такие булочки есть еще с норвегии очень вкусные люблю на завтрак но сейчас вечером тоже захотелось здесь кстати подают хлеб самый разный уже не осталось конечно же к вечеру а утром здесь очень много разных вкусняшек вот так вот в алании тоже можно кушать вкусную выпечку не только турецкую в центре алании также есть много разных бутиков все эти магазины работают тоже до 8 вечера поэтому если вы на данный момент хотите совершить какие-то покупки вы можете их сделать вечером и кстати сегодня я принимала участие в одном из онлайн семинаров которые организованы были торгопромышленной палаты анталии и нам показывали статистику и графики насколько увеличилась численность людей которые совершают покупки он онлайн это просто колоссальные цифры поэтому я думаю что вы тоже большинстве своем совершаете покупки онлайн либо те кто не совершает покупки онлайн сначала смотрят в интернете а потом уже идут в магазин и делают свой выбор в общем это тоже все интересно то что касается торговли покупок рекламы это прям целая очень интересная наука прям захватывающая ну поскольку это также часть моей работы мне это тоже очень интересно все мы вышли на центральную улицу на бульвар ататюрка и сейчас идем вдоль этой улице как вы видите магазины все открыты но опять же до 8 магазины постепенно закрываются продавцы заносят свой товар внутрь магазин и закрываются 8 но комендантский час начинается 9 для того чтобы все успели доехать до дома подходим сейчас к чейндж офису покажу вам что сколько стоит но смотрите доллар 785 евро 9 и 2 рубль 0 1025 здесь есть также паунды кроны датские норвежские шведские и швейцарские франки кстати многие из вас я видела писали ютюбе много людей что не могут купить лиры в россии для того чтобы но приехать в турцию иметь деньги хотя бы на трансфер также при приближении с приближением сезона очень многие у меня спрашивают что вот вы видите закрываются магазин что какую валюту с собой брать брать доллары рубли карточки наличку я всегда придерживаюсь такого мнения что нужно взять какие-то деньги с собой для каких-то расходов в аэропорту при выходе из аэропорта и так далее но скажу вам честно наличные деньги я не видела уже очень давно и живя здесь в турции я пользуюсь только карточками ну и если нужны какие-то деньги иду в банкомат и снимаю банкомате но честно скажу давно давно я не пользовалась наличными деньгами все время карточка поэтому если вы прилетаете в турцию обязательно берите с собой ну какую-то наличку а потом можете снимать по карте в банкоматах кстати этого же я и придерживаюсь когда летаю за границу в другие страны беру с собой карточку как турецкого так и российского банка она при мне ну и если есть какую-то небольшую наличку так в принципе иногда даже и наличку и не беру потому что в аэропортах есть банкоматы деньги можно снять или заплатить по карте поступает от вас очень много запросов на обзоры магазинов кожи обуви одежды магазинов классической одежды мужской женской вечерних платьев и так далее и скоро мы будем делать такие обзоры и выкладывать их я буду выкладывать на своем канале вот как раз сейчас проходим мимо одного из таких магазинов это магазин ток где можно приобрести классную женскую одежду вечерние платья мужские костюмы турецкого производства супер качество по хорошим ценам ну а мы приблизились еще к одному очень известному перекрестку балане и направляемся в сторону дом наташа и пляже клеопатры дорогие друзья вот о чем я вам и говорила если например магазин кемаль танча еще открыт то очень многие магазины закрываются за 10 минут до 8 то есть если вы находитесь в магазине вы уже можете выйти но если вы пришли в магазин то магазин закрыт но кстати я наверное сейчас пройду через вот эту дверь мне надо кое-что посмотреть и есть всего 10 минут двигаемся в сторону дом латаша кстати я зашла в магазин успела купить шампунь который мне нужен и покажу вам цены на бензин так что у нас здесь моторин 663 95 727 бензин и 729 в общем такие вот цены на заправки газа здесь как я вижу нет газ сейчас стоит 3 лиры 30 куруши 3 лиры 50 куруши 4 лиры кстати цена меняется в зависимости от региона города место и так далее кстати вот такая вот особенность турции заправки находятся прям в городе между домами и почему здесь нет газа потому что очень мало места и просто нет депо для того чтобы хранить газ идем с вами дальше в сторону дом латаши мы уже на дом латаши прям у самой канатной дороге сейчас быстренько пройдем до канатной дороге покажу вам кстати цены в этом сезоне и как я вижу канатная дорога тоже завершила свою работу то цены кстати в этом году мы тоже еще не катались на канатной дороге не ездили наверх но думаю что в ближайшем будущем когда потеплеет обязательно это сделаем потому что очень соскучились цены написаны вот здесь прям у входа и цены в этом году у нас следующие 33 лиры детям 20 в одну сторону 26 в одну сторону 17 лет работает с 9 30 до 20 до 20 00 в общем все уже видите закрыто они здесь делают дезинфекцию готовят к завтрашнему дню вот последние пассажиры возвращаются сверху с крепости на дом латаши опять же большое количество спортивных площадок вот здесь вот играют в теннис здесь есть настольный теннис есть несколько площадок для баскетбола детская площадка и чуть дальше есть фонтаны с качелями здесь очень много молодежи постоянно спортсмены и чуть дальше детская площадка одна кстати из самых лучших в алании и многие меня спрашивают о том где отдыхать в алании с детьми вот надо маташи это пожалуй одно из самых лучших мест потому что здесь и пляж хороший и инфраструктура и очень очень близко центр магазины кафе ресторана ну и много парков и конечно же вот таких вот детских площадок мы дошли до самого центра алании как вы видите ближе к 9 вечера все магазины закрываются дороги постепенно пустеют последние машины и водители пешеходы люди спешат домой скоро 9 вечера все должны быть помещение в принципе ничего не изменилось у нас опять вели по субботам комендантский час если у вас есть какие-то вопросы подписывайтесь на мой канал описание к видео есть мой facebook instagram ватсап поэтому если есть какие-то вопросы обязательно пишите и я надеюсь что это видео было вам полезно а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока